Со столь быстрорастущим ассортиментом девайсов и атомайзеров стало достаточно сложно выделиться действительно стильным и уникальным набором. В этой серии видео мы расскажем вам о самых жарящих и красивых сетапах. Компания Switch Mods не делает ставку на топ-сегмент модов, не делает и громких заявлений о производительности своих продуктов. Но они открыто заявляют, что их доступные цены, пожизненная гарантия и производство в сердце Калифорнии – это то, что вам надо. На сайте компании вас ждут всевозможные варианты расцветок, комплектов из мода и дрипки. А чем они отличаются, мы сейчас расскажем. Производятся моды в двух версиях – авиационный алюминий и чистая медь. Логика простая – хочется полегче и проще – берем алюминиевый. А если хочется помощней и увесистей, то тут как раз есть медная версия. Отличить внешне их можно по покраске – алюминиевые монотонные, а медные покрыты керакотом под стиль военной окраски. Стоит отдать должное за качественное покрытие на медной версии. Все, что осталось на сетапе после сильного падения на асфальт – небольшой скол на теле дрипки и еле заметная вмятина на кнопке мода. На алюминиевом, скорее всего, идет анодирование, и изнашивается оно быстрее, чем у медного брата. Самое уязвимое место любого мода – это кнопка. Тут свитчмод сделали все правильно, как с точки зрения прочности конструкции, так и с точки зрения производительности. Пин и кнопка здесь – это единый кусок меди, сдерживаемый кольцом, который не участвует в цепи. Система простая, эффективная и легко чистится. На медной версии старайтесь не вкручивать сильно корпус кнопки, иначе резьбу может заесть, и при следующей смене аккумулятора вам по неволе придется ее полностью разбирать. При необходимости аккумулятор можно подстроить, однако спасает это не всегда. Благодаря пружине из посеребренного сплава бериллия и меди нажимать кнопку удобно и приятно. Дрипки в комплекте с модом всегда со стальной базой и алюминиевым телом, а отличаются только вариантом покраски. С недавнего времени атомайзер можно купить и отдельно, но только в черно-глянцевом исполнении. Кстати, не удивляйтесь, если даже с комплектной дрипкой у вас будет зазор. Чтобы его спрятать, просто наденьте КФ вплотную к моду. Конечно, перфекционисты будут нервничать, но остальные увидят красивый и цельный сетап. В атомайзере нет ничего нового и сложного, только классика, проверенная временем. Три стойки, плюсовые винты с жирной шляпкой, глубокий колодец и нерегулируемый медный пин. Скорее всего, как и кнопка с пином в моде, центральная стойка в дрипке тоже единый кусок меди. О вкусе долго говорить не приходится, так как здесь до боли знакомые черты штатовского производства. Два отверстия нерегулируемого обдува и стерическая обработка испарительной камеры. Золотая середина последнего времени. Вкусопередача на должном уровне и даже на простых намотках. Верхняя часть кэпа нагреется только при очень продолжительном и непрерывном парении. В остальных случаях все отлично. При желании, конечно, можно использовать и 22-мм атомайзеры. Выглядеть странно это не будет, так как в верхней части мода идет усечение. Так что если не подошла или надоела комплектная дрипка, то выход всегда есть. Итог прост. Дешево и сердито. Со своими слабыми и сильными сторонами. Но не забывайте про стоимость набора, которая явно вас удивит. За такую сумму вас ждет оригинальный мод с дрипкой из штатов, сделанный по всем стандартам. Мы благодарим вейпхаус.ру за предоставленные устройства. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok